Прокурор Край озвучил основные задачи, которые сохранятся перед надзорным ведомством и в текущем году. Приоритетными объектами прокурорской деятельности выступают прежде всего наши пенсионеры, инвалиды, ветераны, несовершеннолетние, многодетные семьи, обманутые дольщики. Пресекались нарушения при использовании государственного и муниципального имущества, перераспределения земельного фонда, бюджетного, антикоррупционного законодательства. История прокуратуры насчитывает 297 лет. Этот институт появился еще при Петре I. Времена с тех пор изменились, но главные задачи остались прежними. Это служение закону, интересам государства и общества. Об этом в своей поздравительной речи сказал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря жесткой позиции прокурора в Кубани в регионе усилилась борьба с коррупцией. Не важно, какие погоны, какая должность, какой мундир. Тот, кто склонен к коррупции, кто-то не замешан, должен нести заслуженное наказание. Самое большое зло, которое в нашем обществе существует, это коррупция. Ничего мы с вами не сделаем, пока коррупция будет. В том числе и среди нас. Вот 800 нарушений в законодательстве выявлено прокуратуры края, 250 человек осуждено. Для меня принципиальная позиция, что тот, кто замешан в коррупции, и это доказано однозначно, должен сидеть в тюрьме. Ну, по крайней мере, лишен любых должностей и полномочий, любых. Самый большой сегодня запрос в обществе, запрос на справедливость, и из чьих бы кабинетов нарушение закона не исходило, оно должно быть пресечено и восстановлено торжество закона. Поэтому, невзирая ни на должность, ни на чины, ни на кабинеты, выполняйте свою работу. Совместная работа с прокуратурой позволила добиться значительного прорыва и в решении проблем обманутых дольщиков. В прошлом году уголовные дела возбудили против 200 застройщиков и должностных лиц. Закон о защите обманутых дольщиков. Мы первый регион в России, который этот закон приняли, взяв на себя коллективную ответственность вместе с вами. Притом. Потому что наводить порядок нужно было. Тянуть дальше было некуда. Это реальный закон, который сегодня работает и применяется. 40 тысяч, еще раз подчеркиваю, 40 тысяч получили свое жилье обманутых дольщиков. Вот и результат. Кто бы что ни говорил, поэтому закон начинает копировать, множить в другие субъекты. Это огромное дело сделать. Это, еще раз подчеркиваю, коллективная наша общая и, в том числе, в первую очередь, ваша заслуга. Сотрудники прокуратуры принимают участие в заседаниях постоянных комитетов и рабочих групп ЗСК. Заключения, представляемые вашим ведомством на проекты краевых нормативных актов, носят глубокий характер, имеют неизменно высокий уровень их подготовки и проработки. Кроме этого, при содействии прокуроров Краснодарского края погашены долги по оплате труда на сумму свыше 330 миллионов рублей. Лучших сотрудников надзорного ведомства наградили памятными медалями и грамотами.